Зубные пасты. Это настолько распространенный вопрос, который встречается, задается стоматологом. Давайте разбираться. Зубные пасты можно разделить на две большие группы. Это профессиональные и классические, или универсальные зубные пасты. Лично я таким образом их делю. Универсальные пасты подходят тем, у кого нет вопросов. Нет чувствительности, кровоточивости, нет непролеченных зубов. И вы можете выбирать уже пасту по своему желанию, по вкусовым ощущениям и для профилактики. Также есть профессиональные пасты. Здесь мы их можем разделить на несколько градаций. Это для снятия чувствительности зубов, для укрепления зубов и для парадонта, то есть для десен, когда есть какие-то вопросы к парадонту, к десенам. Также сюда отнесем отбеливающие пасты. Хочется обратить ваше внимание, что паста это вспомогательное средство для гигиены зубов. Вы можете выбирать пасту как для кровоточивости десен, также для снятия чувствительности. Но если вы не будете проводить правильных механических движений, то паста не поможет. То есть паста это дополнительное средство и крайне важно то, какие же вы движения совершаете, какая у вас зубная щетка, как часто вы ее меняете. То есть основным средством все-таки гигиены является зубная щетка, а паста вспомогательная. Ну что, давайте разбираться, какие пасты бывают. Есть классические пасты, которые можно использовать всегда и везде. И отдельно мы выделим детские зубные пасты. Зубные пасты детские выбираются в зависимости от возраста и в зависимости от содержания фтора. О, фтор, боже мой, сколько по поводу этого вопросов возникает. И очень часто возникает вопрос, фтор ядовит или полезен. Здесь я считаю, что нужно относиться к этому вопросу, что все есть лекарства в малых дозах и все есть яд. И если мы будем перебарщивать с теми или иными препаратами, принимать их без назначения, либо использовать их в неправильных дозировках, это все будет являться ядом. Поэтому здесь также относимся и к фторидам, которые содержат фтор, и используем их по показаниям. Отбеливающие зубные пасты. Здесь нужно быть очень внимательными и очень осторожными, потому что зубные пасты делятся на два больших вида. Отбелить зубы можно при помощи пероксид карбамида или пероксид водорода. В чем же разница в этих двух пастах? Абразивный состав пасты, он истирает верхний слой эмали, и тем самым зуб становится светлее. Он не воздействует на внутренний цвет зуба, а всего лишь повреждает вашу эмаль. И такие пасты на самом деле вредны, и я категорически против их использования. Есть пасты более профессиональные, в которых в составе этих отбеливающих паст содержатся вещества, которые высветляют внутренние поверхности зуба. Но не нужно рассчитывать, что зубная паста очень сильно отбелит ваши зубы. Ведь для того, чтобы она работала, необходимо длительное воздействие на поверхности эмали. Их рекомендуется не смывать в течение двух-пяти минут хотя бы, для того, чтобы они могли осветлять ваши зубы. А также все отбеливающие пасты можно использовать до 14 дней и повторять курсы в зависимости от эмали. Как же понять, опасная либо безопасна паста? На каждой пасте пишется такой индекс, как РДА. И в норме этот индекс должен быть не более 80. То есть там есть цифра, которая показывает, сколько содержится РДА в составе. То есть если вы переживаете за то, в каком состоянии будет ваша эмаль, не используйте зубные пасты с РДА больше 80. Это крайне важно, тем более, если это детские зубные пасты. Поэтому отбеливающие зубные пасты нужно использовать крайне аккуратно. Поврежденная эмаль не восстанавливается. Ее можно только поддерживать в том состоянии, в котором она есть. Если эмаль повреждена, то кариес и патологический процесс на ней возникают гораздо быстрее. Берегите свои зубы. Подбор безопасных и опасных паст вы увидите в шоплесте. Добавим туда опасные пасты, которые лучше не использовать. Зубные пасты для десен. Как правило, в своем составе они могут содержать хлоргексидин, который необходим для того, чтобы воздействовать на патогенную флору. А также там могут содержаться различные травы, которые помогают десне восстанавливаться. И в зависимости от того, что необходимо, врач вам будет назначать ту или иную пасту. Но запомните, даже пасты для десен нельзя использовать регулярно. Такие пасты, в особенности, как парадон, так с профессиональной пастой, мы используем максимум 14 дней. Вы можете повторить курс, но этот курс должен повторяться через какое-то время. В среднем курсы повторяются через 1-2 месяца в зависимости от причины. Очень часто причиной кровоточивости десен является наличие налета или зубных отложений, как над десной, так и под десной. И вот зубная паста, она не устранит у вас причину кровоточивости. Она может лишь поддержать ее, поддержать десну, например, после того, как вы сделали профессиональную чистку, или же парадонтологическую чистку, либо же какие-то манипуляции в стоматолога. Но устранить причину она не может, поэтому необходимо вам посетить стоматолога и понять, почему же у вас происходит кровоточивость десен. Зубные пасты для снятия чувствительности зубов. В большинстве случаев они содержат вещества, которые запечатывают верхний слой эмали. Но есть такие процессы, как, например, клиновидные дефекты, либо оголение корней. При этом зубная паста может лишь помочь поддержать то, что есть. Но причину, так же как и с кровоточивостью десен, она не устранит. Поэтому зубные пасты эти используются также курсами, циклами. На постоянной основе, если использовать пасту для снятия чувствительности, она может перестать работать. Также, чтобы зубная паста для снятия чувствительности работала лучше, необходимо исключить из рациона газированные напитки, все, что содержит кислоту, например, фрукты, яблоки, апельсины, лимоны, что может провоцировать чувствительность. Детские зубные пасты делятся по возрастам, потому что разное содержание фтора идет в их составе. Также детские зубные пасты отличаются содержанием абразивных веществ в их составе, и также они отличаются количеством фтора, который есть в зубной пасте. Зубные пасты можно разделить на две большие градации. Это с содержанием фтора и без содержания фтора. Я за то, чтобы использовать пасту с содержанием фтора. Но почему я не боюсь этого? Потому что я не ем зубные пасты и не использую их в большом количестве. То содержание фтора, которое есть в зубной пасте, оно не повредит вам, особенно если вы используете ее как положено. Для того, чтобы почистить зубы, зубную пасту нужно наносить маленькой горошиной. Это как ноготь мизинца, то есть большое количество, как в рекламе, нет необходимости использовать. Это придумано маркетологами для того, чтобы ваша зубная паста кончалась быстрее. Детские зубные пасты или вообще зубные пасты, они необходимы для того, чтобы у нас в головном мозге возникала реакция приятных ощущений для использования зубных паст. Также есть даже исследование, которое говорит о том, что если вы часто меняете зубные пасты, например, каждые две недели или каждый месяц вы можете их чередовать, то у вас возникает более приятное ощущение к тому, что вы чистите зубы и, соответственно, качество чистки зубов улучшается. Я предпочитаю зубные пасты, которые не сильно пенятся, потому что часто используют в зубных пастах, особенно в бюджетных зубных пастах, пенообразователи, как в стиральных порошках или как для средств уборки дома. Конечно, не хотелось бы, чтобы эти вещества попадали к нам в полустерта и могли опять же всасываться. Поэтому мы стараемся использовать зубные пасты и рекомендовать зубные пасты, которые не содержат СЛС. Также есть пасты, которые содержат в своем составе ферменты, для чего же они необходимы. После того, как вы почистили зубную пасту с ферментами, на зубах образуется такая пленка, к которой плохо прилипает микроорганизмы. И, соответственно, зубы у вас дольше остаются чистыми. Некоторые пасты не имеют такого сильно выраженного мятного вкуса, сильно выраженного эффекта пены, но это не означает, что зубная паста плохо прочищает зубы. Бывает, чтобы человек научился качественно прочищать зубы зубной щеткой. Поэтому, когда вы используете зубную пасту, вы ее берете совсем чуть-чуть, наносите на зубную щетку и чистите. Она необходима для того, чтобы налет растворялся быстрее. И после того, как вы почистили зубы, чтобы на зубах оставалась пленочка, которая защищает ваши зубы. Я люблю такие наборы Курапрокс, где идет большое количество разных паст. Почему? Потому что мне приедается зубная паста, и я всегда люблю разнообразие. У меня дома у детей стоит 5-6 паст, но я стоматолог. Я выбираю, если я вижу какие-то новинки, я всегда их беру, проверяю, смотрю, как же дети реагируют. В среднем зубная паста хранится в открытом тюбике не больше, чем полгода. Я не успеваю использовать весь тюбик. Я стараюсь в среднем замечать, сколько эта паста простояла, и потом ее выбрасывать и заменять на новую. Когда вы берете маленькие тюбики, у вас есть разнообразие. И опять же, члены семьи могут лучше и качественнее прочищать зубы. Профилактические зубные пасты. Здесь мы можем отнести зубные пасты, которые в качестве профилактики необходимы нам просто для комфортной чистки зубов, чтобы нам было приятно, и то есть не несут какого-то лечебного действия, и их можно использовать уже на постоянной основе. В шоп-листе вы увидите все зубные пасты по тем или иным показаниям и с хорошим составом, и на что нужно обратить внимание, какие пасты лучше не брать.